Всем привет! У нас сегодня на улице мороз. Ночью было вообще за 20, минус 20, сейчас минус 15. Мы с Демидом, он же у меня в садик не ходит, ну вы знаете по какой причине. Вот, мы собираемся в магазин за продуктами и заодно встретимся с девочками. И на батут. И на батут, да. Ну в общем мы с девчонками решили пообщаться и заодно сделать полезное дело, сходить в магазин, развлечь детей. Ну и сами как бы отдохнем. У меня сейчас такой, знаете, вопрос, заведу ли я машину. Ночью было минус 20, сейчас минус 15. Я очень на это надеюсь, поэтому сейчас проверим. У меня, кстати, здесь в пакете подарок для Софии, у нее был день рождения. И для Даши, у Даши тоже был день рождения. Вот, поэтому. Ну что, Дем, проверяем? Да. Давай. Ну-ну-ну, ездилось! Фух, слава богу, я переживала. Все, Демушка, теперь в автокресло, мама открывает ворот и едем к девчонкам. Оставайтесь с нами, я думаю, будет интересно. И в этом влоге я поделюсь с вами новостями, очень приятными, для меня очень долгожданными. Вот, и также фотосессия, обиделся. Фотосессия, которая была вчера, но я ее вставлю, то есть, где я была, что делала. Фотосессия была прикольная, очень интересная, но все по очереди, так что оставайтесь. Фотосессия была прикольная, очень интересная, очень интересная. уже с другой группой фотографов, учеников, вот, и сегодня у нас все в белом, я не знаю, что в итоге получится, я вам покажу обязательно, вот, Настя учит, я пока сижу в свитере, но там в дальнейшем я опять раздеваюсь, вот, у меня будет такое, Настя говорила, какие-то контрасты, тени, переходы, поэтому надо было белье или светлое, или темное, я выбрала темное, и итог фотографии я вам потом покажу, на улице минус 11, но так как солнышко светит, я тут уже в свитере, я уже запарилась, но прикольно. Не часто, но я такое ем. Это мой завтрак, да, это мой завтрак, это мой завтрак. Это Анян завтрак, смотри, что тут у меня. Та-да! Соловьи, давай! Сейчас, сейчас, Санька. Что с Нитемой кричит, иди сюда! Мамочка, иди сюда! Да, дорогой, вот сюда мы идем, да? Да, 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 я и питаю, ой! Демид, а что это такое? Масить! 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 Кубики, кубики! Кубики, Демид, 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 а куда мы пришли? На потру! А как он называется? Он. У нас тут принцесса Давай меня одень Раздевать тебя? Да, мы хотим Попрыгунчик мой Ой, меня аж дух охватывает Знаете, в животе Так, охватывает Нырнул Демушка, ты где? Маленький Где же ты? Фукусики Фукусики Дема Девчонки там Девчонки тут Как вам впечатления о Карсине? О ком? Где мы находимся, девочки? О ком? Ты о мужчине? Да Или бессладкая Неплохо, неплохо Ну я, конечно, потом ревизию проведут Бель вытру такая Я зова, как всегда, всем недовольна А чего? Здесь очень мало места Да Очень плохая музыка Очень плохая музыка Очень плохая музыка Да, вообще нет Это просто какой-то прикол Машинки хватило только на одну Дарья Вот всегда у меня в детстве была проблема Никогда брелков с Евгением не найдешь Ни ручек В детстве всегда у всех были там Маша, Даша У меня не было У Жени нет Проблемы Даже журналов мои, честно Даже журналов нету Как после этого жить? Так Надо менять его Ну что, поехали? Куда мы едем? Куда мы едем? За яйцами Дома пустой холодильник А Деме гречку надо купить Потому что Дема ест Сплошную гречку А ты купить Купить водички Водички, конечно, куплю Все, сейчас куплю Никс пригласил на презентацию В музей Тараса Шевченко Красота Идем Сейчас вам все покажу Девочки Хочу показать вам По ленточке Лангью Сау В Польше Мне вот эти Нравятся Красные Тесни Яркие И на лето Кто любит Вот спокойнее И вот Ах 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 Я люблю Такое Более Околотное Это Это помады Мадовые Да Управление Тебе Смотрите Какая ядревая Вау Вау Ядовые кисти Я кстати на них посмотрела У меня просто кисти заколочиваются То есть уже закончились Они себя изжили Мне нужны кисти Вот Вот Это классная Вторая Тряплу Я только что нанесла на себя помаду Второй Оттенок Помада пудровая Если кто-то Она даст Свету Урежет Вот На губах очень мягкая Мне нравится Друзья Сегодня мы с вами будем Не только Узнавать О новинках Которые для вас Презентуют Самый лучший бренд Икс Профессионал Мэйкоп Ну и конечно же Веселиться И наслаждаться Этой прекрасной атмосферой Кистики 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 Блоги Давайте снимать Девчата Давайте Вот Ой как эти Старушки тут собрались И рассказываем У кого что болит Тошки 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 Чтобы вы понимали Запхали туда пол Там Маша где-то на полу Потому что шары Машу не видно За шарами не видно вообще Тут две связки огромных Еле закахнули Да и там огромные такие шары Я вам дома покажу Та-дам Ника меня встретила И просто радость нет предела Минус 17 Быстро домой Или 15 Быстро Быстро Доброе утро Продолжаю свой влог Мы сейчас с Демушкой едем к аллергологу У нас есть уже результаты анализов Что вообще происходило по результатам Кровь сдали Все замечательно Я кстати удивилась Потому что ну его так жутко сыпало А по крови все в порядке Думаю ну как такое может быть То есть что-то тут неладное Ну как мне кажется Я не врач Но просто есть такая мамская интуиция Моча Все замечательно Глистов не нашли Ни лямблей Ни аскаридов В общем ничего не нашли Я не знаю Зато нашли аллергены Если честно Мне как-то девочка написала Говорит Аня Наверное это будет грубо Но Говорит Лучше бы это были Глисты Вылечил и забыл И я на самом деле тоже так думала Потому что Когда находят аллергены Это как бы аллергия А когда это глисты Ты их вылечил И действительно И все в порядке Поэтому я тоже очень надеялась Что это глисты Но к сожалению нет В крови не нашли Извините В какашках тоже Может кто-то ранимый И слово какашки Вызывает Отращение Вот Поэтому Воняет Поэтому Я не знаю Но То есть у него Очень много аллергенов Я выписала То есть мы сдали на 108 Панель на 108 аллергенов И я понимаю Что этого даже мало Потому что У меня сразу вопросы А чем кормить Ну то есть Есть какие-то продукты На которых нет аллергенов Но они не сезонные То есть их сейчас не найти А если найти То это все равно Как бы кормить нельзя Потому что не сезон То что у меня заморожено В морозилке Я даю Банан Можно Выяснилось Ну то есть аллергена нет У него на свинину Нет аллергена Но вот Тоже общалась С девочками С мамочками С Женей Тоже девочка Блогер Живет у нас в районе Вы видели Кстати Во влоге И вот мы как раз Общались И говорили По поводу аллергенов Вот у Даши Софии Она тоже аллергик В плане У нее тоже на ручках И на лице Высыпания И она говорит По поводу того Что там свинину Типа не надо А у Денки на свинину Вообще аллергии нет Вообще 001 Ну то есть И можно им дышать Ну Все Курица Аллерген Баранина Аллерген Ну это понятно Баранина вообще тяжелая Ну в общем Есть продукты На которые Есть аллергия Их в принципе Довольно много Я вам так скажу Я сейчас еду К аллергологу Показывать результаты Анализов И выяснять Что делать дальше Все аллергологи Мне так кажется Начнут пичкать детей Антигистаминами Чего я очень Не хочу У меня Такая мысль До трех с половиной лет У ребенка Не было никаких Аллергий Вообще Был атопический дерматит Который Был слегка на ножках В сезон Зима Весна Ну то есть Зимой Когда одеваешь колготку У меня то же самое Я одеваю колготку У меня сухая кожа У меня не атопический дерматит Просто сухая кожа Вот Когда весна Уже без всяких колгот То есть Лето Все замечательно Так и у малого Это вот До трех с половиной И тут вдруг На тебе Аллергия вылезла С какой радостью Мне кажется Что нет Это Вообще не оно Поэтому Поэтому я не знаю Что и как Вы мне говорили Что надо сдать На дисбактериоз Я тоже сдавала На На В общем Я сдавала На много Что В принципе все Что вы писали Я на все это сдала Выявили только Аллергии Пока так Я не знаю На самом деле Что думать Я Все таки тоже Склоняюсь к тому Что все Вот эти вот Высыпания Они идут с кишечника И так как это Еще связано с запорами То скорее всего Что Лишимся Запоров Лишимся Высыпания И аллергии Но Все постепенно Сейчас буду Решать вопрос С доктором В плане Этой аллергии Этих запоров Что он посоветует Ну и я наверное Пойду еще Какому-нибудь Аллергологу Все таки как я уже и говорила Мнение трех врачей Никто не отменял Кстати в видео Увидела что я не пристегнута Разговаривала с мамой по телефону Когда отъезжала И когда пикал Напоминала что надо пристегнуться Не обратила внимание Начала ехать И самое интересное Еду и думаю Чего-то не хватает Как-то что-то не так А уже На картинке Увидела что я не пристегнута Так что Я уже пристегиваюсь Кстати И спасибо всем тем Кто Мне Ранее напоминал Вот Как говорится Проходит время Ума прибавляется Сейчас смотрю на себя Я думаю Да Вид конечно у меня вообще не очень Морально Подустала Были мы у врача И ничего хорошего Он не сказал И ничего плохого Он не сказал Он просто Сказал о том что Вот Пейте Антигистаминные То есть Лекарства И Придете ко мне Через три недели Вот то о чем я говорила Чего я боялась То есть Ничего конкретного Он не сказал Меня это расстроило Я хочу пойти еще К одному аллергологу Сейчас дам ему анализы На дисбактериоз Повторно Вот Демушка Ну не делай так Пожалуйста Почему Потому что это Противный звук Ну пожалуйста Малыш Нет Я ж тебя прошу Тебе что сложно Нет Ну мне не нравится этот звук Он такой очень противный Пожалуйста Это не противный Ну мне противный Ты можешь не делать так Я ж тебя прошу Почему Ну вот ты меня когда Что-то просишь Я же выполняю Потому что я знаю Что тебе может Что-то быть неприятное Вот мне неприятен этот звук Пожалуйста не делай его Хорошо Да Спасибо тебе большое Аж мурашки по коже От этого звука Я хочу повторно сдать Вот эту Колограмму Я хочу повторно сдать На дисбактериоз Уже в другой Лаборатории Я не знаю Все-таки я действительно думаю Что это связано с кишечником Я врачу об этом Говорю 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 Он ничего не говорит Прописал он задак Продолжать пить до трех недель Одну неделю мы уже его пьем То есть еще две недели Прима 10 капель Один раз в день Пять дней До двух месяцев С едой Ну хорошо Прима Не прима Прима Это Для кишечника То есть окей Это бактерии Хорошо Крем Мазать малого кремом Но это уже крем без всяких гадостей То есть Увлажнять кожу Хорошо Это я делаю Он написал какие крема Я говорю У меня есть для рожь Он говорит Подойдет Здесь вот это все анализы Ну Демида То есть Вот это вот все Смотрите сколько Не видно Да То есть это все анализы 108 этих аллергенов Плюс другие анализы Крови Мочи Кало Опять же Колограмма Ну в общем И ничего Только вот аллергия У него на Растительный белок То есть На глютен На вообще На все каши Кроме гречневой И там еще каких-то Ну Он сказал Что ищите каши без глютена Такие продают Девочки Подскажите где Потому что Каши Я такие Ну может быть я просто Не обращала внимания Поэтому Не знаю где Но в любом случае Если вы мне напишите Я вам буду очень благодарна Где в Киеве Можно найти Такие каши Гипоаллергенные Без глютена Демида теперь Буду возить в кафе Вегетарианское Жалко Что они находятся Только все в центре Но сейчас я вам пообещала Что мы поедем в кафе Девочки приехали С Демушкой В занятие Открылась недавно Относительно новая Называется Аргентина Гриль И самое интересное Что тут завтраки С восьми утра В Киеве Вообще проблематично Где-то позавтракать С ребенком Тем более А мы любим С Демидом Иногда Завтракать не дома Я практикую это Довольно часто И хочется не в центр Выезжать А где-то на районе Поэтому Вот Новое место Если кому надо Аргентина Гриль Здесь завтраки По 109 гривен Да А я сейчас заказала Вот этот Детальян Попробую Также есть яйцом Пашот По слойкой Есть более такой сытный Вот И есть нежный Абрит с хамоном Я завтракаю Прямо в детской комнате Что кстати Очень удобно Видите Демка играется Я кушаю Сейчас и он будет кушать Есть тапочки Игрушки Я вам ничего Показать не буду Ну просто вам Сказала Что если вам Как и мне Иногда завтракать негде С малым Чтоб не дома То имейте ввиду Если вы у меня В районе живете Это позняки Закорки Ну все ближе К познякам Если на машине То все ровно На самом деле Да малыш Так Мне принесли кофе Буду пить Ты мой хороший Это запеканка Она полностью Вся овощная Ты мой хороший Молодец То есть Здесь все Что ему можно Вообще Сейчас в заведениях Очень сложно найти Что-то для аллергиков Ммм 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 Кусто Вкусно Вкусно Подравилось Супер А можно мама попробовать Угостишь Кусочка Ммм 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 Надо дома такое приготовить Давай я поближе Вот так Все Ммм Кушу А мне принесли Ммм 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 Это мне? Это мне? Но я могу с тобой поделиться Например Чем? Этой Вот только Только спаржей Тукой Это тукой? Нет А Штукой Этой штукой Это не штука Это салат Хочу салат Да, хорошо Давай Сейчас дам тебе чуть-чуть Допробуем Да Красота Сколько тут весеннего скотоложка Красота Здесь маска Это тоже маска Это для душа Для тела Это у нас пудра минеральная Подводка для глаз Для бровей Тушь для листочка И здесь есть питательный крем Масло для лица Чудесное сияние Ну прям Порадовали Спасибо большое Супер С первым днем весны вас Ура Никак в школу не пошла Потому что Ну вы понимаете Да Я конечно Многие могут сказать Ну что в этом такого Можно дойти до школы Но Чтобы раскопать Например автомобиль Надо несколько лопат И Минимум час-полтора Чтобы выехать Только выехать со двора А там тоже не расчищены Сегодня утром Приехала моя мама В 7 утра Она мне звонит И говорит Таня открой мне калитку Я не знала какая на улице погода Вот Я такая Обуваю ботинки Прихожу И думаю Ого Вот так вот наступаю Я была в ботинке С голыми ногами Вот так вот наступаю Вы понимаете Вы понимаете Да И у меня Получается Падает снег В ботинке Просто холодно Я дохожу Где-то приблизительно До сюда Маму Маму вижу За калиткой И мама типа Меня машет Я говорю Мама подожди Разворачиваюсь Вот так И бегу обратно Потому что у меня На ногах было дофига снега Просто Очень много Я переобулась В сапоги Пока я дошла до калитки У меня все равно В ногах был снег То есть реально Ну по сути Ну вот Вот видите да То есть у меня высокие Сапоги Видите да Сколько снега Вот Почти по колено Почти Как я сейчас буду машину Разгребать Я не знаю Мне надо ехать в салон Мне сегодня надо ехать На презентацию Нового парфюма Я наверное буду брать такси Ну или сейчас Попробовать Взять лопату И начать ее Откапывать Такая зарядка Будет Что хотела вам сказать Я влог начинала Как вы помните Да С автомобиля Я влог и заканчиваю Автомобилем Но я вам обещала Рассказать приятную новость Сейчас я поделюсь с вами Ну а по поводу Приятной новости Я хочу вам сказать О том что Наконец-то в этом году Мы переедем в свое жилье Ну да Чуть-чуть попозже Я расскажу что да как Я буду снимать видео Я буду снимать ремонт Я буду Я буду все снимать Поэтому Оставайтесь со мной Я буду делиться Нас сейчас заметет Сник Пока я тут Две минуты Рассказываю про Свою новость Мы такие Два снеговичка будем Вот Квартира это Дома это Или Что-то другое А что может быть другое Халабуда Халабуда Спасибо Ника Переедешь жить в Халабуду В какой-то мере Оно так и есть По крайней мере пока Я вам все расскажу Покажу Там целая история Так что оставайтесь с нами Это будет рубрика Знаешь Строим вместе Кстати Очень хорошо Я в инстаграм сказала об этом пораньше Вот Подписывайтесь на меня в инстаграм Обязательно Нажимайте на колокольчик Чтобы не пропустить видео Потому что Будет приходить оповещение Что Вышло новое видео И у меня сегодня Вышло на канале Жить мама которая девушка Видео о хранении косметики То есть О моем бьюти стиле И что там лежит Поэтому тоже Заходите на канал Жить мама которая девушка И смотрите И ставьте пальчики Да Всех любим целуем И пока пока